я взял зажал тиски иглу от набора для вязания мушек на трубках чтобы можно было удобно потом снять наше готовое изделие я промазал вазелином ось и подготавливая материал беру два кусочка вот такой лески вы можете взять любую вернет 3 кусочка вы можете взять любую какая вам будет удобно это необходимо для того чтобы я в начале вязания визуально видел границы для себя и возьмем поводкового материала который вот такой поводковый материал для хищника потому что конструкция наша будет гибкая и не совсем будет удобно работать с жесткой конструкции нам да тем более ловите рыбу она должна быть гибкая крепим у основания нить слегка вот так витками проматываем до предполагаемого окончания нашего тела и здесь прихватываем нашу леску оставляем свободные свободные концы такой длины чтобы можно было нам закрепить потом нашу конструкцию на основной воблер рассредоточим леску по иголочки рассредоточили и добавляем парочку вот таких волокон нитей нашего поводкового материала так как при поимке щуки наши резки будет недостаточно это уже проверено и здесь же не имеет значения по центру не по центру попала новость подхватили и теперь полностью всю нашу конструкцию мы промазываем вернее проматываем одним целым проматываем сперва прихватим чтобы было удобно нам работать по возможности чем больше мы рассредоточим нашу леску и поводковый материал по цевью тем легче нам будут его потом снять доходим до почти самого самых губок наших тисков еще раз поправим чтобы хорошо было рассредоточено если как вот у меня вышло что немножко мало я добавлю еще лески с одной стороны уже значительно лучше и теперь не промазывая не клеем ничем мы делаем ровно ровную подложку времени займет много поэтому немножечко прервемся вот я подготовил тело промотал и подготавливаю клей вот такой это не реклама почему используется такой клей потому что за то время пока мы будем вязать с вами мушку он не успеет схватиться у нас будет возможность снять наше изделие со спицы если у вас по каким-либо причинам не получается снять изделие клей прихватился или еще что-нибудь можно вот так вот аккуратненько потом на самой спицы отогнуть оставшиеся наши элементы и в одной точке прогревать нашу спицу газовой зажигалочкой турбинкой при нагревании естественно она все отойдет теперь приступаем к вязанию нашей мушки для вязания я беру вот с упаковочного материала вот такого отрезаю узкую полосочку себе предполагаемого люрекса креплю его у основания вот так закрепили и беру щепоточку красного меха песца убираю подшерсток его не выбрасываем сюда нам пригодится вот такой примерно толщины кусочек меха как спичка теперь я беру делю вот так пополам наш мех и прикладываю прикладывая его там где у меня будет начинается хвостик и восьмерочкой я прихватываю этот мех подхватили перевернули посмотрели чтобы мех у нас не перекручивался вот так вот такая вышла у нас кисточка еще раз подхватим его покрепче ниточку уведу немножечко вперед чтобы мне не мешало вот такими косыми витками теперь берем промажем немножечко клеем вместо крепления вместо крепления и промотаем люрексом я уже изготавливал по такому принципу стример кораблик вы уже видели как следим чтобы наш мех не уходил никуда возвращаем нашу нить обратно и здесь подхватываем наш люрекс подхватили уведем его опять в стороночку теперь я беру пучок белого меха но белого меха уже будут у нас в два раза больше больше также одеваю одеваю или как вам будет удобно снизу сверху вот так одеваю обратно свой мех вот так подравниваю не отпускаю подвожу к точке крепления и прихватываем наш мех подхватили подвели его поближе к красному меху и теперь окончательно восьмерочкой начинаем прихватывать наш мех следим за тем чтобы красный не попадал мед снизу снизу если вам доставляет неудобство мех я беру прищепочку прищепочку и отвожу красный мех вот так назад можно проволокой можно вот так прищепкой как в моем варианте я его так просто подхватываю и проматываю дальше прихватили наш мех опять промазываем клеем и проматываем нашим люрексом и 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 Прихватили, увели люрекс обратно. Убрали прищепочку. Теперь берем мех черный, песца, еще чуть-чуть, больше щепоточку. И так же промажем немножко клеем, он все равно еще не успеет здесь у нас схватиться. И так же поделив пополам наш мех, одеваем его на место крепления и подхватываем. Следим за тем, чтобы у нас мех находился в одной плоскости, которую мы крепим. Прихватили, подвели поближе к белому меху и окончательно начинаем закреплять наш мех. Восьмерочка. Восьмерочка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Промазываем, уже можно промазать другим клеем, пару звеньев. Вот так моментом. И опять обматываем нашим люрексом. Следим за тем, чтобы наш с вами мех оставался в одной плоскости. И так мы делаем наборку почти по всей длине, увеличивая количество меха к окончанию нашего тела, где будет крепиться к основному крючку. Сделаем небольшую паузу, я буду так вязать, а потом вам покажу. Вот мы с вами провязали почти все, наш хвостик, с частью тела. Теперь я буду крепить переходные элементы, для того, чтобы потом закрепить все это к нашему стримеру. Давайте мы теперь привяжем белый мех. И у меня есть вот хвост лисы. Поставим переход из хвостика лисы. Убираем наш мех. И берем хороший жирный пучок белого меха. По толщине где-то приблизительно, как карандаш. Прихватываем наш мех, стараемся, чтобы он далеко не отходил от нашего черного восьмерочкой. Прихватываем наш мех. Промажем клеем мех, где закрепили. Промотаем люрексом. Клеим не готов. Белый мех. Продолжение следует... Посмотрели, подровняли. Опять убрали наш мех. Посмотрим. Хотя, в принципе, нам будет достаточно длины нашего меха. Померяем сейчас, сколько здесь у нас вышло. 5 сантиметров, 5-7-2 тела, 8-10 сантиметров. Вот такое наш выйдет. Окушочек, я думаю, будет достаточно. Теперь, окончательно закрепляем наши элементы. Не подстригаем. Подстригаться все будет тогда, когда будет собрана вся конструкция. Единственное, это только лишь то, что мы с вами снимем наш мех. Все. До следующего этапа. Вот мы сняли наше тело со спицы. Подготовили крючок для того, чтобы изготовить тело и соединить дальше наш стример. Промажем немножко клеем и огрузим. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Продолжение следует... И промотаем ниткой все наше тело, придадим ему форму, чтобы удобно было крепить нам мех. Вот мы промотали, подготовили наше тело. Теперь берем нашу заготовочку и строго сверху стараемся... Сперва промажем немножечко еще клеем и строго сверху стараемся закрепить нашу конструкцию. Как вы видите, мы ее закрепили сколько нам необходимо, подровняли. Еще мы с вами до конца не крепим все, подровняли. Еще можно подтянуть даже, вот где-то так, да. А теперь окончательно начинаем по всей длине, прихватим, что лишнее, теперь можем спокойненько откусить. Откусили. И теперь, промазав немножко клеем, все это крепим на теле нашего уже стримера. И теперь, промазав немножко клеем. У нас, с частью тела, имеет достаточную подвижность. Это как раз нам и нужно. Теперь быстренько мы прихватим то, что мы отрезали. Уводим нить к креплению нашего хвостика. И делаем даббинговую петлю. Здесь мы будем крепить мех, поочередно. Белый, черный, создавая уже наше тело. Сделали даббинговую петлю. Увели нить в колечко. Даже можно сделать узел и подготовить мех. Вот я подготовил вот такую даббинговую петлю с наборкой нашего меха. С определенным чередованием, так как я хочу. Вы можете для себя, как вам будет удобно. Теперь я беру и ее скручиваю. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Приводя наш мех в сторону загиба крючка, начинаю обматывать наше тело. Продолжение следует... Вот так как у меня вышло, что меха недостаточно и надо добавить еще, я закреплю нашу дабинговую нить и сделаю еще одну. Вот я подготовил еще одну дабинговую веревочку, но перед этим я добавил немножечко люрекса для нашей привлекательности. Скручиваем дабинговую веревочку нашу. Продолжение следует... Распушили... Наш мех... И делаем обмотку. Также уводя остатки нашего меха в сторону. Так, теперь крепим нашу нитку. Остатки отрезаем. Вот у меня вышла вот такая конструкция. Сейчас мы с вами его немножечко наш стример подчешем, придадим небольшую форму и добавим еще немножко меха. Так. 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 здесь элементов у нас будет меньше крепиться головы. И беру мех вот такой морковного песца. Так. 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 И добавляем нашу ниточку. Теперь я, пока наш мех мы еще не крепили, я аккуратненько его распределяю, беру дабинговую иглу, держу вот так на пальце, очень удобно. И начинаю распределять мех равномерно, чтобы он у меня не был кусочками и комками. Вот так распределили, получилось вот такое. Сделаем теперь горлышко для нашей мушки. И скручиваем. Подровняли наш мех, слегка его распушили. Можно использовать здесь для намотки и перо марабу, но так как я все это изготавливаю из меха песца, мы закончим мехом песца. Вот, дошли теперь до формирования нашей головки. Закрепили нашу нить и распушим наш немножечко мех. Вот такая вышла у нас конструкция. Теперь нам остается сформировать головку и приклеить глазки. Вот мы с вами сформировали головку, приклеили глазки и теперь нам остается только ждать когда оно подсохнет, чтобы можно было подстричь и придать форму нашему уже готовому стримеру. Вот я подстричь свой стример, придал ему вот такую форму. Как вы видите, хвостик у нас достаточно подвижный. И, я думаю, будет с успехом у вас ловить рыбу. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание. До новых встреч.